Всем привет! Сегодня с истории от подписчицы. Сейчас я историю зачитаю, так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Очень люблю смотреть ваши видео и вот решилась написать сама. Хотела написать историю своей любви, но потом поняла, что это все похоже чем-то на другие истории тоже. Но главное не в этом. Просто меня волнуют некоторые вопросы, а именно это просто какой-то сложный человек или я, как многие другие девочки, попалась на узочку обосителя турецкого. Итак, он женат, работает в отеле начальником охраны. Я свободная, без детей и мужей. Нам за 40. Нас познакомила его подруга или знакомая. Короче, работает она на ресепшене в этом же отеле. Я хотела записаться в а-ля карт-ресторан. Она была удивлена, что я одна записываюсь. Ну, посмеялась, и она позвала его типа показать, что тут в отеле есть, а я только приехала типа экскурсию провести. Так вот вопрос, была ли такая схема обольщения у других или это норма? Вначале я как-то подумала, как сводничество, может, она предлагает ему всяких женщин одиноких в отеле. Далее, через два года общения и мечта встречи с ним. Так как пандемия началась, все это растянулось, у меня получилось поехать только через два года. Но в этот отель я уже не ехала. Думаю, если нужна, то приедет и в любое другое место. Мы договорились, он меня встретил. Радости и страсти не было предела. Но опять вопрос, почему он не уделял хотя бы мне 4-5 дней побольше? Мы приехали к нему в отель, типа у него работа. Если хочешь, посиди в номере до вечера на следующий день. И пока он будет работать, из номера мне никуда особо выходить нельзя. На море тоже. В итоге я отказалась. А он то ли обиделся, то ли еще что-то. Типа у него попозже отвезет меня в этот день обратно домой. Так вот вопрос, почему не взял отгул, почему не снял гостиницу на пару дней и так далее? И я же не каждый день приезжаю в другую страну. Когда ехали в машине, кстати, он все время держал меня за руку. Это тоже обольщение или это нормально для Турга? Почему я так спрашиваю? Потому что потом, когда приехала в отель ко мне, при выходе уже он сказал, что скорее всего не сможет проводить меня домой, приехать в отель. А мой отель находился в двух часах езды от его. Короче, я опешила. Как? Почему? Ты же обещал. Вот так мы и расстались. Я надеялась на встречу, а он не смог проводить даже. Так я и уехала. А приехав домой, не смогла удержаться и написала, что встретил как королева, проводил как свинья. А он убрал симку. Поговорив с его подругой, она сказала, что ему очень хорошо со мной, но он не хочет, чтобы я привязывалась дальше. Многоточим. Блин, он походу занятой мужик. Что непонятного? Супер. А что он думал раньше? О чем он думал раньше? Зачем как крыса бежать с корабля? Да и за что в конце концов? Вот что все это? Изначально был развод по-турецки. Спасибо за понимание. Надеюсь, что с помощью вас смогут понять что-то про турецких мужчин. И дописка еще. Калина, единственное, что я знаю о нем, что он бывший военный, закончил училище и работал. И работал. А 7 лет назад пошел на пенсию по выслуге лет. В школе был влюблен в девушку, но дороги разошлись. Она вышла замуж, он женился. Но потом он развелся и в итоге с первой женой, кажется, общая дочка у них есть. Встречает ту девушку, а у нее уж трое детей. Но жила она плохо и он в итоге после долгого расставания с ней снова поженился. И появилось у них еще двое детей. Что еще сказать, когда первый раз с ним познакомились, то заболела, температура у меня была и так далее. Он принес мне лекарства, кормил из ложечки, а потом вот так. Поэтому меня все это и мучает. Вот он ответ, кстати. В психологии это, кажется, называется синдром неоконченных отношений. То есть он сбежал, как говорится, а я не могу ничего ему высказать. Я понимаю, что вы не маг, вчера не я очень хочу поговорить с ним, выяснить, но связи-то нет. Я хочу пригласить вас на мой марафон, который стартует 2 сентября. Марафон отношений. На этом марафоне вы узнаете, что такое нормальные здоровые отношения с противоположным полом. Какие отношения являются токсичными. Почему некоторые люди попадают в абьюз. Как из таких отношений выйти или никогда не попадать в них, как себя можно предостеречь. Мы разберем о том, какая модель взаимоотношений, партнерских форм поведения мужчины и женщины сейчас, в данный момент времени, в обществе работает. Почему это не патриархат и не матриархат. Как не попадать в невротические отношения, в проблемные отношения. Откуда берутся эти установки наши в голове на неправильных мужчин. Почему я выбираю не тех мужчин. Или как я могу улучшить отношения с партнером, который у меня уже есть сейчас. Как я могу изменить свою жизнь и наши отношения в лучшую сторону. Поэтому марафон отношений между мужчиной и женщиной, который я провожу со 2 сентября, подходит для тех, кто пытается найти отношения. Может быть, который человек запутался в отношениях. Хочет для себя счастья. Найти себе идеального партнера. Или сделать уже существующие отношения. Улучшить их. Сделать их более идеальными, для себя подходящими. Всегда что-то можно исправить. Марафон проходит со 2 сентября. Это будет 4 эфира, 1 раз в неделю, в закрытом аккаунте в Инстаграм. Во время эфира я рассказываю общую базовую информацию. Раскрываю тему, которая у нас заявлена на тот день. Затем я даю вам домашние задания. Затем я отвечаю на ваши вопросы. После этого вся информация в Инстаграм-аккаунте, в чате. Все это будет активно еще в течение месяца после окончания марафона. Марафон длится 4 недели в течение сентября. Оплата, стоимость марафона 2000 рублей. Под своими видео я всегда в инфобоксе оставляю почту. Вы напишите мне тема письма. Хочу участвовать в марафоне. Я вам вышлю схему оплаты, участия и какие данные от вас потребуются. Для того, чтобы добавить у вас закрытый чат в WhatsApp и в Instagram аккаунт по марафону. Стартуем мы 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. Если вы не успеваете, у вас не остается времени, вы всегда можете вернуться, пересмотреть видео, выполнить задания, пообщаться с девочками в чате и со мной в том числе. Если кто-то участвует в марафонах, в этой теме, вы прекрасно понимаете, что стоимость таких марафонов около 4-5 тысяч рублей. Это совсем не такая стоимость, которую заявила я. Моя цель, моя задача, честно скажу, возможно, неподъемная, но мне хочется, чтобы вокруг меня, хотя бы среди моих подписчиков, подписчиц, появились люди чуть-чуть на йоту, на толику, более счастливые, более определенные, которые знают себе цену и знают, что такое здоровые отношения. Возможно, это приблизит вас к вашему счастью. Под видео я оставляю, пожалуйста, всегда почту. Ваши вопросы задавайте, пишите мне тему письма, хочу участвовать в марафоне. Нет, это не синдром оконченных отношений, вы невротик, которому хочется продолжать страдать, и вам в кайф это. Может, вам кажется, да ну что, мне же плохо, но вы видите, вы кушаете как-то, сколитесь, продолжаете просить еще добавочки. Уже симку вытащил. Со стороны, как бы, я думаю, надо быть психологом или жить в Турции, это занятой мужик, у которого есть трое детей от разных женщин, которые состоят до сих пор в отношениях. И то, что он вас там не проводил, там, то-то-то-то-то, все вот эти моменты, ну, он просто занят. И он не хотел, чтобы вы, он видел, что вы начинаете к нему активно лезть, влюбляться и все такое прочее. Он хотел интрижку на стороне, но, может быть, ему совестно, там, признаваться в чем-то, называть любовницей и так далее. И он просто, ну, утаил, сказал, что он свободен. А может, вообще-то я не поняла, что он, что-то не написано было, что он там вам обещал в том плане, там, вообще что-то серьезного и так далее. Просто с вами общался все это время, переписывался роман на расстоянии, удобная пандемия, вы не приезжаете. Такая-ля отдушина ему. Но он же с женой своей живет. У него двое детей. Так что тут, мне кажется, все понятно прекрасно. Он симку вытащил из телефона, чтобы вы смс-ками своими не долбили, отстали от него. И вы вот дальше продолжаете. Но вы сами прекрасно описали. Вам к психологу просто надо сходить. Вас зацепил этот мужчина зацепка, потому что у меня была температура, он кормил меня из ложечки, принес мне лекарства, потом все это. Меня это и держит. И вы это оправдываете, синдром неоконченных отношений. Да нет. Вас держит то, что в тяжелый момент, в момент уязвимости вас поддержали, заботились на самом деле. Вам не хватает заботы кормления из ложечки ваших родителей. Вот и все. У вас проблема. Он вам как невротик, вы, ваша невротическая зацепка, вы цепляетесь за мужчину, который вам дает какое-либо внимание, заботу. Ой, мне руку держал. Вы это же акцентируете. Он мне с ложечки кормил. Ой, в следующий раз на других отношениях могло быть. Он мне там что-то купил. Какую-то мелочь, ерунду. Но мне это так важно. Он мне шарф купил, кофту. Это забота на самом деле, потребность в заботе и вот этого внимания от родителей, которых никогда не было. Не было этого тепла, не было внимания к вашим горестям, проблемам. И главное, поддержки от родителей. А может быть, в частности, от папы, потому что у вас это перекладывается на мужчину. На самом деле, это проблема, естественно, с родителями, скорее всего, с папой. И в мужчинах вы пытаетесь, точнее, вас зацепляет в мужчинах то, что вы пытаетесь реализовать эти недополученные чувства, эмоции в детстве. Ну, вы так и дальше будете это делать. Надо с этим заканчивать. Надо возвращаться к своему прошлому, к родителям, выяснять там проблему, понять, как это можно компенсировать, разрешить сейчас, поговорить с родителями, если это возможно, и так далее. Чтобы уже просто сейчас в взрослой жизни вас это отпускало. Вы этого пока не готовы к этому, или вы не знали, что так можно делать, потому что вы сейчас в своем посыле и в письме пытаетесь разобраться в причинах мужчины. Это он косяченный, да, это у него какие-то проблемы. Это он, я жертва, вы себя в этой ситуации ставите жертвой. Он со мной так поступил. Он такой вот, он меня так кинул, мне так сделал больно. Извините, но каждый невротик считает себя жертвой. Я говорю, любовь равно боль, вам хайфайте страдания, потому что вы жертва, вы себя жалеете. Вот если вы эти чувства, почему вы так себя ведете в отношениях? Потому что в детстве, когда вы были опять жертвой, и вам не доставало, не хватало что-то внимания, заботы от родителей, вы себя жалели. Это нормальная реакция, но она у вас сохранилась до сих пор и закрепилась в отношениях с мужчинами. Вы тоже это сейчас делаете. Я жертва, я бедная, несчастная, виноват. Вот нет, вы шли, скажем так, на пролом и не видели сигнала. То, что вас взяли за руку, вот эти маленькие моменты, жесты, просто внимания, может где-то культуры, вы на них акцентируете, на мелочах этих теплых внимания. Но на больших моментах больных, когда вам причиняют боль, вы как истинный невротик, закрываете на это глаза, продолжаете и просите еще добавки. Он меня там-то отказал, он на меня время не выделял. А почему это выяснилось только там, когда вы приехали? Ну, окей, я ему мог обещать по телефону одно, по жизни по другому. Зачем вы продолжали это общение? Зачем вы за ним таскались? Надо было встать в позу, где-то с ним поругаться. А вы все сглатывали, вы боялись, вы боялись отчуждения, вообще боитесь, в принципе, по жизни, чтобы вас оставляли. И вы боялись порвать даже вот эту связь с таким мужчиной. Вы это принимали, вы ему позволяли. И в итоге что? Он меня даже не проводил, все в итоге. А вы, когда уже вот оно, надо было прекратить, например, просто надо было на самом-то деле, вот со здоровой головой, да, разорвать с ним это общение в Турции и продолжить просто свой отпуск, для себя самой, для большой любви к себе, поплавать, покупаться, понимаете, да, фрукты покушать, поехать домой спокойно. А вы что сделали? Я приехала домой, а он симпо вытащил с телефона, смс к моей не дошла, а я вот в этом продолжаю вариться, не отпускаю. Вы как невротик ждете, пока вас опять через боль скажут, отвали, отстань, оттолкнут. Знаете, для чего невротики так поступают? Когда меня вот так отталкивают уже, я настолько достаю, настолько вот лезу к человеку под шкуру, что когда меня оттолкнут, я что делаю? Я опять чувствую себя жертвой, я опять могу сказать, ты подлец, ты не джентльмен, ты женщину оттолкнул. Знаете, это все женщины, которые лезут и орут, типа, дай, ну ударь меня, ну давай, всеки мне уже, да, провоцируют. Когда мужик уже не выдержит и всеки от ей, она скажет, я так и знала, ты не сдерживаешься, подлец, ты не джентльмен, ты ударил женщину. Вот что, да, идет потом. Типичная история. У вас тоже самое, только в моральном плане. Вы ждете, пока вам, блин, уже пошлют вас просто. Вы прямо этого ждете. Почему? Потому что, когда я в детстве заявляла о своих желаниях, о своей любви здесь, о любви, меня отталкивали, отвергали. И вообще, вот скорее всего, когда вы были попытки прихода к родителям с запросом на любовь, обнимите, пожалеете, позаботитесь, я болею. Может, вы были больным ребенком в детстве, который часто болел, у которого были даже хронические заболевания, что тогда при болезни родители давали внимание и любовь, в общем, на меня обращали внимание, да. И вот вы такой человек. Но с этим сейчас можно уже бороться, это можно изменить в себе. Главное, чтобы у вас было желание. Девочки, дайте советы, пишите ваши комментарии, под видео. Я напоминаю, что 2 сентября стартует наш марафон отношений, здоровых отношений между мужчинами и женщиной. И если вы хотите поучаствовать, здесь в инфобоксе под видео моя почта напишите письмо с темой «Участвую в марафоне» или «Хочу в марафон». Можете также на эту почту прислать вашу историю для разбора видео или записаться ко мне на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Всем пока.